Территорию современной Швейцарии Наследие римлян, амфитеатр и городские стены прекрасно сохранились здесь вплоть до современной эпохи. Римляне активно использовали водные пути древней Гильвеции для того, чтобы поддерживать торговлю на территории своей обширной империи. Фрагменты амфор, в которых перевозились товары, а также части речных судов, хранятся сейчас в запасниках городского музея города Аванж. Эта амфора для вина происходит из древнеримской провинции Галлия, но у нас есть еще амфоры с территории Испании, Италии, Греции и даже Северной Африки, где их использовали для транспортировки грузов. Используя интерактивный дисплей, посетитель может узнать, сколько времени требовалось в эпоху античности для того, чтобы добраться до той или иной провинции Рима и сколько это стоило. Это очень похоже на античные гугл-карты. Вы можете выбрать свой маршрут и посмотреть, сколько времени занимал путь до выбранного пункта назначения по просторам Римской империи. Так, например, на путь от Аванша до Гарфагена длиной в 1791 километр вам потребовался бы 21 день. Свои следы здесь оставили и самые богатые торговцы той эпохи. Например, на форуме Авинтикума была найдена огромная надпись, восхвалявшая некого от Азилия Полиния. Ему, по всей видимости, принадлежали сразу несколько торговых фирм, осуществлявших перевозки товаров по рекам Рона и Сона. Кроме того, он сумел проложить торговые маршруты из Италии до региона в севернее Альп. Источники говорят, что он был лично знаком с императором Адрианом, который освободил его от уплаты налогов на три года вперед. Недалеко от Аванша, в римском музее города Волон, выставлены предметы, найденные на берегах швейцарских рек и озер, служивших римлянам торговыми маршрутами. Вокруг Муртонского озера, а также по берегам рек, протекающих через регион Авинтикума, мы сделали множество археологических находок, которые позволяют реконструировать, как жили люди той эпохи, какие транспортные пути они использовали, какие ремесла практиковали. Находки эти столь многочисленны, что мы теперь хорошо представляем, как жила Швейцария в период римского господства. Интересно, что торговлю и бизнес контролировали и римляне, но производство грузовых кораблей находилось в руках местных племен, например, галлов. У них был собственный стиль, что видно на примере этого небольшого торгового судна. Эти корабли построены при помощи технологий, не имевших ничего общего с римскими традициями. Мы видим, например, следы использования старой технологии уплотнения и изоляции швов между досками обшивки. Римляне же использовали для этих целей специальные планки, набивавшиеся поверх швов. Не исключено, что именно при помощи такого судна, выставленного в Невшателе, по водам одноименного озера перевозили материалы для строительства храмов, терм и прочих объектов соседней общины Коломбье. В те времена северные берега Невшательского и Бильского озер были заселены довольно плотно. Римские поселения располагались каждые 3-4 километра вдоль по берегу. Строились мосты, порты, существовало сельское хозяйство, действовал земельный кадастр. До столицы и до других поселений в регионе нынешнего Бернского Нагоря добраться было легко. Поэтому-то люди и не жили в городе, а вольготно устроились на берегах озер и рек. С воздуха все еще можно отчетливо увидеть остатки римских вилл, раскидных по местности, превращенных сегодня в сельскохозяйственные угодья. Многие из них были украшены богатыми фресками с мотивами на темы охоты и гладиаторских боев. Римляне оставили в Швейцарии неизгладимый след. Многое уже открыто, но еще больше археологических сокровищ ждут своего исследователя. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok